Слово Шевелева Нет, там не так было сказано Ты спрашиваешь у меня Макс, привет Ну что? Взаимно Я нет А у меня Испания Ну вот, что ты думаешь? Я предупречу Первое, что меня откровенно говоря удивило Максимальная открытость и честность Что происходит в клубе. Обычно ЦСКА клуб был, который изнутри мало информации, внутриклубная деятельность вообще куда-то доносит. В основном какие-то там слухи, какие-то там домыслы Но здесь все прям по пунктам было рассказано, что ситуация непростая Мне очень не понравился глагол выживать Что ЦСКА сейчас на фоне остальных команд под покровительством больших банков и нефтегазовых компаний практически выживает. Или как было сказано Можно сказать, выживает Что нужен был трансфер, чтобы рассчитаться с футболистами по зарплате Это тоже удивило И вообще, как строится работа ЦСКА Такая предельная честность и откровенность Она и притягивает Потому что, спасибо, что рассказываете что внутри клуба И удивляет, потому что болельщики начинают Как мне кажется Армейские Дергаться Еще больше нервничать Наверное, посмотрели не только Армейские болельщики Может быть, посмотрел Еще кто-то И спонсоров И сказал А, так у вас такая ситуация плохая Давайте мы придем А видишь, как выяснилось Мы-то все Сидим со стороны Где же трансферы? Где трансферы? Вот Шевелев Рассказал Почему этих трансферов нет Где и как Эти трансферы Обрываются Из-за того, что Клуб под санкциями И ЦСКА И Ахмар Как банки-корреспонденты Разворачивая счета На четвертом, пятом банке Когда один, второй, третий Перевод проходят Тебе кажется Уже Сделка завершена Вот Намази И где-то Четвертый, пятый банк Может все это Приостановить И вернуть Деньги обратно И История с Руководителями клубов Которые Здорово Руководителями клубов Которые Последнее слово имеют Отпускать, не отпускать Отдавать, не отдавать Продавать, не продавать И вот Он тоже Рассказал, что Последний человек Уже со всеми Все согласовано С агентами И последний человек говорит Нет, в Россию Не отдаем Трансфер обрывается Поэтому Конечно ЦСКА В данных условиях Можно сказать Выживает Ищет Какие-то Юридические ходы Банковские ходы Как Можно Попробовать Кого-то привести И Вот этот вариант Как Прокатил с давилой Он не всегда Может сработать Когда игрок сам Себя выкупает И Сам Затем Мы все трудности понимаем А слова-то о том Что По сути все борются За второе Или как там было сказано Второе-шеестое место Или второе-пятое Это что? Со второго по шестое Разницы никакой Было сказано Ну потому что все Прекрасно понимают Что с ресурсами Мы же видели Что с ресурсами Зенита тяжело Да? Но мы же видели В прошлом году Что было? В этом году Они очень хорошо играли Против Зенита Это понятно Но мы говорим Про отдельно взятые Конкретные матчи Потом просто нужен Длинный сезон Ты же понимаешь Что 30 матчей Только у тебя в чемпионате Да? И еще У тебя Много матчей в кубке Ну то есть А такой обоймы игроков Без потери качества У ЦСКА Все-таки нет А возможности Расширять глубину состава Тоже нет Поэтому Каждый Трансфер У ЦСКА Он на вес золота Там Зенит может взять 7 игроков Спартак может 6-7 Краснодар Как частный клуб И не страдающий Там Сильный Да? Тоже Немало игроков Так как ты это понял Костя Что Нет денег Или Мешают санкции Мешают санкции А деньги есть Я думаю Что эти деньги Можно было бы найти Он об этом сказал Что есть Партнеры Да Готовы дать Это нормальная история Для вообще Европейского футбола Когда кто-то приходит Вкладывая деньги В футболистов Соответственно Получая Какой-то Буст При Перепродаже И Прочих Есть пример Локомотива Где тоже сейчас Не особо денег нет Но Достойный игрок Какой-то Деньги бы ЦСКА Нашел Мне так кажется Ну Что Слушай Что ты думаешь По поводу Вот этой дискуссии Которая завязалась Уже и Карпина В нее Втянули По поводу игры Сборной Со сборной Медиалиги Твое мнение Во-первых Это было бы шоу Было очень много болельщиков Даже если бы не пошли те Кто ненавидит медиафутбол Те кто любит медиафутбол Все равно дети бы заполонили все это Ну заполонили все про сансы Я имею в виду Заполнили бы трибуны Поэтому С точки зрения развлечения А футбол это все равно Досуга сферы развлечений В какой-то Паузе Может это было бы прикольно С огромным количеством Я думаю Там не знаю Таких ивент Конкурсов Каких-нибудь Да Фишек Где могли бы так же Поучаствовать болельщики Это все было бы Замечательно Но Серьезно относиться к этому Я бы точно не стал Я уверен Что С умением проводить Матчи на больших стадионах Нынешнего руководства Медиалиги И с Очень Хорошими Интересными идеями РПС В плане экспериментов Внедрения чего-то нового Они бы В симбиозе Нашли точно Классную историю Подготовить такой матч Так Просто В умах Тех кто не любит Медиалигу Это пуститься на самое Дно Сборная России Сыграет с командой Меди Сборной Медиалиги Вы что С ума сошли Играете Первая сборная против второй Играете Против второго состава Краснодара Еще против кого-нибудь Но Вот в умах Я думаю Что РФС Здесь Больше Наверное За репутационный Какой-то момент Может Переживать А для Медиалиги Это просто Круто показать Что Вот мы доросли Такого уровня Что с нами Даже если Богач сломался Богач сказал Что мы Впервые играли С клоунами Но сыграл Калецкий Но сыграл Да Но я думаю Что он сыграл Потому что Слишком Уважительно К Азамату И Больше инициативы Я так думаю Что шла Во-первых Не забываю Что у тех и у других Один Партнер Букмекерский Да Азамат Узнаваемый Человек В эту паузу Краснодару Надо было паузу Закрыть Чем-то Привлекательным Чтобы пришли люди Сыграть Товарищеский Матч Против Ну не знаю Против кого С первой лиги Не сыграют Потому что у них Чемпионат не останавливался Может быть Против Ростова Им играть в чемпионате Да В первом затуре Да С Махачкалой Махачкала играла С Ахмата Соперников не было И сыграть против Краснодара 2 Он там В серебре своем Бьется во второй линии И здесь такое предложение Сыграть в паузу С командой Где 8 или 9 футболистов Прошедших через РПЛ Слушай, там хорошая заставка Они 65 минут Счет был 2-2 Потом вышла дерзкая молодежь Краснодарская Побежала Теперь нам надо Снимать сюжет Уходить И здесь не то, что Богач сломался Не то, что Сергей Николаевич Сломался Он тоже скептически Мне кажется К медиафутболу относится Но Но Когда Азамат Я думаю, что С винлайнами сказали Что это будет шоу Достойное Винлайн матча Тура В РПЛ И убедили его В том, что Они берут на себя Все эти активности Сергею Николаевичу Наверное это стало интересно Ну Назвал их клоунами Окей Принимается Хотя Десятка Сейчас С их возможностями И Бюджетом Ну Слушай, ты видел пост Карпина По поводу судейства? Конечно Что ты думаешь? Очень смешно, что у Валерия Георгиевича Был репост По матчу сборной Какая-то афиша Там Посмотрите Мать, по-моему, с Вьетнамом Если Мне память не изменяет Еще один какой-то пост И До этого Ну за два поста До этого Пост Также Посвященный матчу Ростов-Краснодар Когда засчитали гол Он вообще редко пишет в Телеграме Да Как раз Когда засчитали Третий гол Я что-то не обратил Но обратите внимание Зайдешь в его телегу Посмотри То есть До вот этого Этой публикации Были только два поста Ну да Один посвященный сборной И еще один Точно не помню И Как раз Третий Это был Про Краснодар Ростов Когда засчитали гол Афсайдер То есть Надо было подождать Время Ну вот что ты думаешь По этой претензии Ты же разбираешься Я разбираюсь Да Валерий Георгиевич Хочет огласки Такой публичности Да Я не знаю Как они относятся К Василию Казарцеву И Я примерно догадываюсь Как они относятся Плюс Я думаю Что они сейчас хотят Поизгаляться На ДСК Потому что там в конце было Что на это скажет ДСК Давать Повтор С телефона Из-за ворот Это же с телефона Снятых А не с трансляцией Все решает ракурс Все решает ракурс Все решает ракурс В каком-то ракурсе Кажется Что мяч попал В эту часть Да В каком-то кажется Что в эту И Мне кажется Так как арбитр ориентируется На трансляционные Камеры Там попало в плечо Там попало в плечо А вот с того Что опубликовал Валерий Георгиевич Есть движение Есть попадание Вот в какую-то Эту область И Конечно тебе обидно Когда судья назначил Пошел Посмотрел и отменил Безусловно Поэтому В трактовках Игры рукой Сейчас Запутались Вообще Все Вот это игра рукой Играя рукой Динамо Ахмат После удара Тюкавина Там близкое расстояние Там Клиров Как-то катится мяч Ну катится под мяч И от его тела Мяч попадает в руку Это фиксируется рукой Даже у Ефа Даже сейчас Розетти Сначала они признали Что Кукуреля сыграл правильно А теперь Дали заднюю И сказали Что вот с этого момента Это неправильно Это значит удар поворотом Это рука Преграждающая путь мячу Ворота Сложнейшая история Вообще Игра рукой Как и наступы Это максимально Сложно принять решение Правильно И в этих трактовх Мы запутались Если ты смотрел Барселону А ты не смотрел Я не смотрел Короче говоря Барселона играет Жероной Момент Казалось бы Однозначный Борется игрок Два игрока Барселоны С игроком Жероной Играет В динами Полное ощущение Игрок Игрок Играет головой Мяч попадает Игроку Барселоны Ставится Фенальти Не бьют Не бьют Не бьют Что происходит Вроде видно же Все Это игра рукой Зовут Арбитра Навар Смотрит другой ракурс Он смотрит Другой ракурс Из другого ракурса Видно что это не игрок Жерона играет А играет свой Второй защитник Который был рядом Играет свой И от этого мяч попадает в руку Что делает арбитр Отменяет Потому что когда от своего Это не игра рукой От чужого Поэтому Многие запутались И многих Это раздражает Я думаю что Раздражение Валерия Георгиевича И вот эта его публикация Связана именно с этим Связана именно с этим Потому что в каких-то Моментах Я помню Вот сейчас Виктор Михайлович У нас знакомин шоу Приходит и говорит Когда мы играли в Ростове Нам назначили пенальти За игру рукой Был какой-то у них там Высочайный Я не помню как его зовут Там с Ростова Пошла подача Чувак просто выпрыгивает Ему Четырико Четырико Ну что Ну хрен Вот И я думаю что Тогда Виктор Михайлович Это было вообще Такое раздражение Что мы ничего не понимали Сейчас Карпин не понимает И тренеров в таких ситуациях Я очень хорошо Ну как бы Тоже понимаю Потому что сам там Убровки стоял Вот в медиалиге И любое касание Кажется тебе что Арбитр должен трактовать В свою пользу На сегодня получилось так Завтра получится И что думаешь Поехали 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 Поехали